По плану Демпартия, как и прогнозировали многие политологи, задалась напрямую вопросом о пересмотре правил подсчета иностранцев, нелегально пересекающих границу США через открытые Байденом южные рубежи Америки. Недавно чудом избежавший импичмента министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил об этом на брифинге с прессой. Вероятно, что миллион пересекающих нелегалов будет учитываться за тысячу, и демократы смогут и дальше обесценивать голоса и кошельки американских граждан в угоду тех, кто и дальше будет пересекать нелегально границу в поисках лучшей жизни. А таких, в общем-то, еще очень много. Все страны третьего мира жаждут пересечь границу и стать гражданами США. Но вот то, что говорит Майоркас, пожалуй, не подается никакой критике. Впечатление от уровня лжи, идущего от этого человека, родившегося в Гаване на Кубе в 1959 году, буквально зашкаливает. Оказывается, Байден всегда хотел остановить нелегалов, а это Конгресс ему мешал. Число нелегалов сократилось, по его словам, более чем на 40%, а за три недели они выполнили более 100 международных рейсов по депортации в более чем 20 стран и депортировали более 24 тысяч человек. Это почти при 8 миллионах людей, которые только по официальным цифрам пересекли границу Соединенных Штатов. В начале июня Байден подписал указ, который позволяет властям якобы депортировать нелегалов, которые демократы упорно продолжают называть мигрантами, пойманных на незаконном пересечении границы. Если въезд превысит определенный уровень, ни в одной стране мира подобного бреда даже представить себе сложно. Ведь в законе каждый случай должен нести за собой ответственность, а Байден же предлагает начать государство реагировать только лишь в случае, если ограничение количества задержаний пограничной службы США превысит 2500 человек каждый день. Три недели назад перед лицом бездействия Конгресса президент Байден воспользовался своим исполнительными полномочиями и приостановил въезд неграждан через южную границу. Мы вводим более строгие последствия для тех, кто пересекает границу без разрешения. Эти действия меняют расклад тех, кто рассматривает возможность пересечь границу. Тем не менее, как я продолжу разъяснять, они не заменяют действия Конгресса. Только Конгресс под средством законодательства может исправить то, что вы все согласны. Это сломанная миграционную систему, которая в последний раз обновлялась почти 30 лет назад. Только Конгресс может предоставить нам необходимые ресурсы. На протяжении десятилетий нам не хватает ресурсов. Нам нужны своевременные средства для найма сотрудников, больше агентов, офицеров, вспомогательного персонала. По всей южной границе число случаев нелегального перехода границ и задержаний пограничниками сократилось более чем на 40%. Мы выдворяем больше неграждан, не имеющих законного основания для пребывания здесь. Почти вдвое увеличилась скорость, которую мы вывозим неграждан непосредственно из-под стражи пограничников здесь, в Туссонии, через южную границу. За три недели мы выполнили более 100 международных депортационных рейсов. Более чем в 20 стран вывезли 24 тысячи человек. Наши семьям, которые потеряли близких из-за преступлений, совершенных мигрантами, конечно, наши сердца с ними, учитывая их страдания. Безопасность и защищенность американского общества действительно являются нашим высшим приоритетом. Мы проверяем, если узнаем о уничижительной информации впоследствии на более позднем этапе процесса, а принимаем соответствующие меры. Лицо, ответственное за отвратительные преступления, является преступником, и нам необходимо применить всю силу закона. Если человек не согласен на добровольное возвращение, ему не удалось найти оснований для пребывания в США, он подлежит выдворению, а когда его высылают, ему тогда запрещают въезд в Соединенные Штаты. Продолжение следует...